Привет, меня зовут Женя Седунова, я психолог, даула, консультант по грудному вскармливанию. Сегодня для блога Ани мы поговорим с вами о грудном вскармливании. Тема сегодняшнего ролика мифы о грудном вскармливании. В моей большой радости в настоящее время тенденция кормить грудью распространяется и захватывает так называемый цивилизованный мир. Но, к сожалению, отголоски советского прошлого в виде норм непонятных советских, которые были предназначены для искусственников, до сих пор отравляют жизнь молодых мам и превращают естественный, физиологичный, удобный, самый лучший процесс грудного вскармливания, что-то тяжелое и порой заставляет мам отказываться от него. Сегодня мы с вами обсудим самые распространенные мифы. Миф номер один. Грудное вскармливание это что-то тяжелое, неудобное, не все могут с этим справиться, никто не может долго кормить. Абсолютная неправда. Правильно налаженное грудное вскармливание приносит удовольствие и маме, и здоровье, и пользу ребенку. И это удобно, комфортно. Живая, вкусная, теплая еда всегда под рукой. Никогда не нужно заботиться о том, что тебе нужно что-то разогреть, что-то развести. У тебя нет с собой какой-то там чистой посуды, чистой воды. И самое главное, грудное вскармливание бесплатно и очень экологично. Миф номер два. Наши бабушки рассказывали, что нужно готовить грудь к кормлению. Когда-то еще в положении. Не предлагали класть кусочек холщовой ткани или кусочек вафельного полотенца в скальтер, чтобы нежная кожа соска оттерлась и привыкала к нагрузкам. И этого категорически делать не надо. Ни одно млекопитающее на земле не готовит свою грудь. Вот вы можете себе представить кошечка, которая бы готовила свои соски к кормлению. Или там, не знаю, львица, да, или обезьяна. Плюс это может принести вам бескомфорт, да, вызвать раздражение кожи. Вам это совершенно не нужно. Миф номер три. Если у тебя плоские или втянутые соски, у тебя не получится кормить. В корне неправильно. Малыш сосет не сосок, а ореолу. Стимулирует ореолу. Конечно, у него в самом начале, у малыша могут возникнуть трудности с удержанием такого соска во рту. Но если мама немножко поможет, первое время потренируется, все получится. И если бы действительно этот миф был бы правдой, наверное, наше человечество бы не выжило бы. Такая форма сосков встречается достаточно часто. Миф номер четыре. Молоко это еда, поэтому ребенку обязательно нужна водичка. Абсолютно неправильно, потому что молоко, как таковое, состоит на 85-90% из воды. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует допаивать детей до 6 месяцев. Миф номер пять. Нужно делать прерывы в кормлении, чтобы молоко накопилось, малышу было больше молока. В корне неправильно, потому что молоко вырабатывается непрерывно. Молоко вырабатывается в ответ на спрос. Малыш сосет грудь. Чем больше он сосет, тем больше молока прибывает. Миф номер шесть. Сцеживание после кормления. Это миф наших бабушек, когда кормили раз в три часа, молоко застаивалось. И в качестве профилактики лактостазов советовали сцеживаться до суха. Сейчас, если мы кормим по требованию, такие дополнительные сцеживания абсолютно не нужны. Если малыш часто русит грудь, значит он голодный. Если он часто сосет, значит он недоедает. Это не совсем так. Малыши прикладываются к груди для удовлетворения своих любых потребностей. Ну, потребность безопасности. Может быть ему холодно, может быть жарко, может быть он хочет попить, может быть он хочет сходить в туалет. Следующий миф. Грудным молоком можно перекормить. Тоже в корне неправильном. Молоком грудным невозможно перекормить. Молоко это ценнейший продукт, который легко усваивается. ЖКТ не должен отдыхать, желудок не должен отдыхать от грудного молока. Это лучшее, что могла придумать природа для вашего малыша. И один из холиварных мифов это диета кормящей матери. Бедные наши мамы, бабушки, которые сидели на гречке, курице или индейке на воде. Как же им надоедала такая еда. Консультанты по грудному скаму, современные врачи говорят, что мама может есть все. Главное, чтобы это была здоровая, питательная пища, богатая белками, жирами, углеводами. Приносила маме удовольствие. Есть она должна ту пищу привычную, которую она ела до беременности, в беременность и вот сейчас продолжает. То есть есть можно все. Пить нужно по жажде. Но быть осторожными с продуктами из группы риска. Во-первых, это белок коровьего молока, который действительно может быть аллергеном и вызвать серьезную реакцию у малыша. Продукты, содержащие разные химические добавки. Экзотические фрукты. С осторожностью нужно использовать травы, потому что есть такие травы, которые просто могут подавить лактацию. Первый месяц, когда малыш маленький, с большой осторожностью лучше отложить на потом чай, кофе, шоколад. То есть продукты, содержащие кофеин. Что касается орехов, орехи могут вызвать вязкость молока, что способствует лактостазам. Самое главное, молоко не вырабатывается из содержимого нашего желудка. Молоко вырабатывается из плазмы крови. Наверное, такая последняя группа мифов, связанная с формой, размером груди. И о том, как грудное скормление влияет на фигуру мамы. Миф о том, что если у тебя маленькая грудь, то ты не сможешь скормить ребенка в корне необоснован. Любой грудью можно скормить своего ребенка. Потому что молоко, как мы уже говорили, вырабатывается непрерывно. Говорят о том, что грудное скормление портит форму груди. Тоже неправильно, потому что грудь изменяется уже во время беременности. Еще бытует такой миф о том, что грудное скормление портит фигуру. Наоборот. Потому что, когда мы кормим грудью, мы дополнительно на это расходуем от 500 до 700 калорий. Так что, кормя грудью, мы худеем. На этом наш ролик закончен. Если у вас остались вопросы, комментируйте здесь, под видео. Или задавайте их мне в инстаграм, в директ. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok